Всем привет, друзья! Недавно на обзор мне прислали вот такой вот телефон, называется он Keng Sin Da. Ни разу еще не сталкивался с этим брендом, и сама модель называется S9. Очень интересно, почему именно S9. Возможно, это как-то с Samsung связано. Во-первых, здесь самая главная, наверное, фишка этого телефона – это большая батарея. Батарея здесь на 5000 мА. Они прямо это указывают на коробке и указывают двойную камеру. Дизайн очень интересный с точки зрения того, что много заимствований у всех. То есть я считаю, что вот это похоже на какой-нибудь Samsung J, там какой-нибудь второй, не знаю, вот эти вот кнопочки, форма, кнопка эта. Если посмотреть сзади, то здесь, ну, телефон ни на что не похож. Состоит он из пластиковых вставок снизу и сверху, и вот такой вот железной крышки. А если посмотреть на их оболочку, то здесь тоже какая-то смесь. Здесь MIUI, можно посмотреть вот эти вот иконки. Это от MIUI, камера, галерея. А некоторые иконки вообще сделаны от iOS. Например, настройки. Что здесь еще? Вот эта шторка, посмотрите, у них так же, как на iOS, выдвигается с уведомлениями. Так же выдвигается нижняя шторка, как на iOS. То есть здесь полная смесь. Дизайн от Samsung, название тоже от Samsung. При этом операционка похожа на MIUI, смешанную с iOS. Если телефон выключаем, то здесь тоже такая вот имитация iOS. В общем, ладно, давайте я вам расскажу по характеристикам. Когда этот телефон у меня пришел, я думаю, ну, очередной ноунейм китаец. И, в принципе, так-то оно по большому счету оказалось. По характеристикам здесь все средне. Здесь две камеры сзади, одна камера спереди, 5,5 дюймов экран, квад-кор процессор, то есть четырехъядерный. Есть сканер отпечатков пальцев, установлен Android 7.0. Ну, естественно, есть Wi-Fi, зачем это писать было, вообще не понимаю. 32 гигабайта встроенной памяти плюс 3 гига оперативки, поддерживает телефон 4G и батарея на 5000 мА. Внутри коробки зарядная на 1,5 А, кабель USB, microUSB. И еще есть даже вот такие вот наушники. Тоже, кстати, они похожи на Samsung. Первая проблема, с которой я столкнулся, это то, что я не знаю, как открыть заднюю крышку. Этот телефон, он разборный. То есть здесь нет иголки, чтобы вытащить SIM-лоток и вставить туда SIM-карту. То есть здесь именно нужно открывать как-то заднюю крышку. Но здесь нет никаких выемок специальных под ноготь, чтобы зацепить и открыть эту крышку. То есть ни с одной стороны я пробовал из-за вот этот порт, вот сюда пробовал палец вставлять и пробовать открыть. Но крышка реально не открывается. Я боюсь, что если я нажму, начну нажимать еще сильнее, начну ее открывать, то она просто сломается. Поэтому я действительно не знаю, как эту крышку открыть. Я посмотрел в инструкции, там нету, вот в этой документации, которая идет в комплекте, там нет инструкции, как открывать эту крышку. Там только показано, куда она нужна, вставлять SIM-карту и все. Как эту крышку открыть, я не знаю. Я просил свою девушку открыть, у нее тоже не получилось. По сборке телефон не идеален, он мне не понравился. Есть засветы на черном фоне. Также экран покрывается разводами, если чуть-чуть сильнее на него надавишь. Можно увидеть на этом видео, как сильно экран плывет. Ну и достаточно сильно телефон похрустывает, если начинаешь его вот так вот сминать. Ладно, приступаем к работе. Экран здесь 5,5 дюймов и разрешение HD. Очень хорошо заметна пиксельная сетка. Вот здесь, если начать присматриваться, то видно вот эта вот пиксельная сетка. Не очень хорошая, из-за этого экран кажется не очень четким. И еще посмотрите под углами, насколько меняется цветопередача. Если его посмотреть под этим углом, экран становится желтый. Если его немного перевернуть, то экран становится синий. Это тоже говорит мне о самом высоком качестве экрана. Теперь о кнопках, которые находятся снизу. С этой кнопкой все понятно, эта кнопка назад. Эта кнопка, я думал, это запущенные приложения, но на самом деле это не эта кнопка. Здесь просто по этой кнопке можно поменять виджеты, обои настроить. Чтобы открыть все приложения, нужно вообще по старинке зажать вот эту кнопку, и тогда только откроются приложения. Сейчас уже, конечно, так никто не делает. А эта кнопка домой. Ее именно нужно нажимать. Она не сенсорная, ну и в нее же встроен сканер отпечатков пальцев. Но посмотрите, как он медленно работает. Я прикладываю палец. Телефон разблокируется спустя секунду, наверное. Сначала происходит какой-то звук, и потом только телефон разблокируется. Конечно, это придирки, но все равно хотелось бы, чтобы в 2018 году телефон уже разблокировался побыстрее. По поводу производительности. Здесь установлен один из самых слабых процессоров, сейчас вообще, который только можно поставить в телефон. Это Mediatek MT6737. Четырехъядерный процессор, частота всего 1300 МГц. Выполнен, естественно, по старому техпроцессу 28 нанометров. И самое печальное, что здесь установлен видеоускоритель Mali-T720. Всего лишь одноядерный. То есть такого видеоускорителя, по сути, должно хватить только для какого-то просмотра фильмов и видео на YouTube. Но для игр этот телефон категорически не подходит. А в Antutu телефон набирает всего 28 тысяч баллов. Далее, это камера. Камера, это просто беда, ребят. Я не знаю, как им удается сделать. В 2018 году, в 2017 году этот телефон еще был сделан. Такую плохую камеру. Ну просто как еще продаются такие действительно камеры? Как можно так криво написать софт? Ну, во-первых, здесь двойная камера, она используется уже после того, как вы сделали кадр. Например, вот вы сделали фотографию, и уже потом можно применить эффект размытия. То есть сначала ее активировать никак абсолютно нельзя. Можно сделать вот такой вот черно-белый режим, который очень ухудшает качество. Если без черно-белого режима включить, то качество немного лучше. Но на самом деле качество даже без черно-белого режима очень плохое. Во-первых, первый косяк. Телефон не умеет снимать видео в Full HD качестве. Только HD. Пример записи видео на телефон Keng Sin Da S9. Вот так вот он записывает. Фокус. Фокус здесь по касанию. Оцениваете качество звука, ну и саму картинку. Фронтальная камера не умеет снимать видео даже HD. Она снимает 640 на 480. Ну и видос на фронтальную камеру. Почему-то неправильно передаются цвета. Такое чувство, что у меня волосы какие-то вообще синие. Ну и смотрите, насколько картинка дергается. Здесь даже 30 FPS нету. И даже разрешение не HD, а меньше. Камера очень сильно тупит. Если я делаю движение, то весь кадр смазывается. И не дай бог, вы чуть-чуть камеру дернете во время съемки. У вас кадр получится смазанный. Ну и самый главный косяк, это, ребят, неправильная передача цветов. Посмотрите, насколько у меня здесь лицо розовое какое-то получилось. Откуда вот эти розовые пятна? Откуда такие ярко-розовые губы? Глаза вообще какие-то синие. То есть ужасная цветопередача, если посмотреть на эту фотографию. Эта фотография была сделана на основную камеру, которая здесь на 13 мегапикселей аж. И какие тут 13 мегапикселей? Вы посмотрите на эту детализацию. Здесь все просто размыто в кашу. При этом посмотрите, насколько розовое у меня лицо получилось. Ну а теперь самое смешное, как работает этот режим двойной камеры. Вы включаете и передвигаете, значит, этот кружок. Что у вас должно быть в фокусе? То есть это чисто программная фишка. Так можно сделать в любом фоторедакторе. Для этого не нужна абсолютно никакая двойная камера. И посмотрите, как этот эффект убого смотрится, если его действительно побольше заблюрить. И вот посмотрите, как смешно это выглядит. То есть никакие контуры он сам не выделяет. Ваши контуры тела. Просто вы сами задаете вот этот кругляшок. Можете его сделать немного там побольше, немного поменьше. И уже вот так вот это все вручную регулировать. Ну и теперь о батарее. Вы можете сказать, что да, все, телефон говно. Но батарея, возможно, батарея его спасет. Я вам скажу, что батарея здесь нифига не спасает. Она также разряжается, как на моем Redmi 5A, у которого батарея 3000. Я не знаю, может быть здесь фальшивая батарея на 5000. Потому что телефон не особо толстый для такой батареи. Ну и держит он не настолько прям долго, чтобы прям я был восхищен от этой автономности. Если в среднем им пользоваться, то где-то на дня полтора его должно хватать. Ну и в итоге, что можно сказать по этому телефону? Телефон, конечно, очень плохой получился у компании KingSinda. Это вот действительно такой вот чистый китайский телефон, подвальный. Потому что ну куда ни кинь. Во всех аспектах он просто говеный. Я бы за такой телефон даже 2000 бы не отдал, потому что просто неудобно им пользоваться. Я сейчас, знаете, начинаю понимать, почему вот именно такие телефоны отправляют обзорщикам бесплатно. Потому что просто никто их не берет. Кому нужен этот KingSinda? Да, у него даже название какое-то странное. Никто его в здравом уме, конечно, не купит. И, конечно, им нужно рекламировать как-то свою продукцию. Поэтому они высылают обзорщикам, типа меня, эти телефоны бесплатно. В надежде на то, что мы, наверное, будем эти телефоны хвалить, раз нам их прислали бесплатно. Но это, ребята, хвалить невозможно. Поэтому я вам крайне не рекомендую связываться с этим телефоном KingSinda S9. Не буду говорить про другие их телефоны. Возможно, это именно модель такая неудачная, именно вот эта S9. Но я уверен, с вероятностью, наверное, 90%, 99,9%, что все модели этой компании, они примерно вот такого же качества. Поэтому, ребята, будьте осторожны и покупайте только хорошие и качественные телефоны. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр и всем пока.